Здравствуйте! В прямом эфире Черноморская телерадиокомпания. С вами Владислав Маструк. Моим собеседником сейчас будет Светлана Залищук, народный депутат Украины из фракции блока Петра Порошенко. Добрый вечер. 11 декабря премьер-министр выступал с трибуны Верховной Рады. Это был не отчет правительства, хотя многие СМИ это подавали так, это было совсем не так, потому что для того, чтобы это считалось отчетом правительства, 15 дней до выступления Арсения Петровича должны были министры профильные общаться с комитетами Верховной Рады соответствующими. Этого сегодня было сделано. В итоге скоро принимать бюджет, вам, и налоговый кодекс тоже новый. Но отчета правительства до сих пор нет. Какие настоящие дела, непонятно. Вот когда пришло время вопросов и ответов, Сова взял ваш коллега по фракции, Мустафан Аем, и задал вот такой вопрос. Давайте будем говорить, как есть на самом деле. Сегодня у нас весь парламент есть заручником ситуации, когда ваша фракция не проголосует за вашу отставку. У нас нет возможности получать нового уряда, нет возможности получать премьер. Но, с другой стороны, вы понимаете, что этот уряд сейчас не поддерживается ни парламентом, ни общества. Это уже очевидно. Мы сейчас не оцениваем вас, просто оцениваем вашу работу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Рек тому ми з вами підписали угоду. Ми дали вам наказ. На жаль, в цьей угоді не було ані відповідальності, ані дедлайнів. Пройшов рік, ми не знаємо, що з вас питати. Зараз починається новий ваш рік. Скажіть, будь ласка, чи можна так зробити? Чи бачите взагалі можливість, що ви добровільно, розуміючи, що всі є заручниками ваших амбіцій, амбіцій фракції? АПЛОДИСМЕНТЫ Можливо, є якась конфігурація, в яких інша людина з Народного фронту, інший прем'єр-міністр зможе очолити уряд, який буде все ж таки більш користитися довірою. Я хотів би вам чесно і відверто відповісти. Так само, як і я приходив на цю посаду 21 місяць тому. Я взяв на себе всю повноту відповідальності за самі непопулярні кроки в нашій країні, які ніхто не робив 20 років. Ніхто. АПЛОДИСМЕНТЫ І коли я йшов на цю посаду, я знав, що буде з моїм рейтингом. Я це знав. Я прийшов сюди не для власного політичного рейтингу, а для того, щоб провести реформи і рейтинг був нашої країни. Ви маєте повні конституційні повноваження. Поставити питання про відставку кабінету міністрів України ставте і голосуйте. Я прийму рішення українського парламенту. Я за це крісло не тримаюсь. АПЛОДИСМЕНТЫ Маленькая ще ремарочка перед тим, як задам вам вопрос. Когда выступал Джо Байден, господин Гройспан, спикер парламента, он представлял президента Порошенко, который тоже присутствовал во время спича вице-президента США, і зал встретив його аплодисментами. Коли він представлял прем'єр-миністра, була необхідна реакція зала, м'якко кажучи. Тобто були і всякі «У!». Не будемо зараз, є видео, також ми його дивитися не будемо. Але прем'єр-миністр, я цікав, говорит, що він готов приняте будь-яке решення парламента. А парламент готов поставити таке голосування по доверію прем'єр-миністру, ваще, до правительства? Давайте подивимся на эту ситуацию с точки зрения, что, мне кажется, в обществе есть величезный запад на перезавантажение. Люди ожидают новой податковой реформы, новый бюджетный процесс, какие-то экономические изменения, чтобы бизнес легче начало жить. Это то, чего ожидают люди. Больше того, есть великое разочарование, и это влило в низкий рейтинг премьер-міністра особистого, его команды, его фракции. Так само в парламенте немає доверия, это абсолютно очевидно. Но перезавантажение, в принципе, это лучший способ, а не будь-який революции, повстание, интриги постійні, потому что это даёт возможность взяти новую команду, поставить новое задание и рухаться с ними дальше. И, в принципе, это демократичный спосіб. Водночас, мы сможем запустить это перезавантажение только тогда, когда мы будем понимать, что мы обеспечиваем стабильность подальшого политического процесса. В этом величезная суть. Мы не можем просто сказать, давайте отставим премьер-міністра Яценюнка, потому что он нам не нравится, и оставить разваленную коалицию, которая не способна принимать жодного закону, даже податковую реформу на наступном тижне. Мы будем жить без податкового кодексу, без бюджетного кодексу. Что это означает? Это означает, что страна снова занурится, стрибнет у черговый просто околоворит постійных каких-то перетрубаций. Популізма, выборов. Только тогда, когда будет добра воля и Народного фронта, как частины этой коалиции, что она с этим согласится. Значит, правда, нужно построить модель, при которой все политические силы согласятся с новой конфигурацией, примут это как новую возможность дальше рухать реформу. Обычно подобные компромиссы заканчивались тем, что просто перераспределялись квоты в министерствах. И самые прибыльные министерства оказались в руках тех, кто больше всего кричал. Часто так происходило в украинской политике. Я не совсем понимаю, что такое политическая стабильность, которая нам позволяет двигаться дальше. Сейчас ее нет. Это не так. Навіть, если вы посмотрите на последний пленарный недель, мы смогли ухвалить цілую низкую важливых законов, без которых далеко не можно рухать. Начиная от визовой либерализации. И мы очевидимы уже на цьому неделю. 15 часов. Мы утримуем, кстати. Мы очевидимы отрисовать хвальную ответственность, что Украина выполнила свою домашнюю работу. Я не хочу сейчас за них говорить, нехай это скажут европейцы. Но мы это очевидимы на цьому неделю. Друге, мы ухвалили закон про государственную службу. Мы работали над ним, над цією реформой 10 лет. Парламент с промышлением это сделать. Что такое политическая стабильность, я вам скажу. Это 226 голосов за законы, которые сегодня нужно ухваливать. Бои без них неможливо рухаться вперед. И, знаете, в контексте того, что вы сейчас сказали про певные квоты, про места, я думаю, одна из привагов коалиции, которая на сегодняшний день есть, то, что у нас есть 5 политических сил там. И если одна из политических сил, 4, пожалуйста. Четыре, да. Я считал, да. Без радикальної партии нету. Без радикальної партии, так. Кто має, кто не має бути на посадку. Ну вот, например, у вас перед коалицией встает непростой тест. Назначить нового министра инфраструктуры. Так. А это очень доходное министерство. Ну, в свое время, конечно, это превратилась чуть ли такая империя, да, при Колесникове, когда он был министром. Сейчас, конечно, это немного не так, но тем не менее. Господин Пивоварский говорит, я ухожу, потому что вы платите гроши, а мне надо себя как-то развивать дальше, свою семью, там, детей и так далее. Тоже очень плохой сигнал. Вообще, в принципе, для всей страны, на самом деле. Ну, начнемо с того, что пан Пивоварский, министр, сказав, что проблема не только в низкой зарплате, но и в неспроможности с этой системой реально реформироваться. Тобто, что при возможностях, которые у него были, вот, в его институции, он не мог нормально ухваливать решение, потому что вся система такая сложная, такая забюрократизована, что это было тяжело делать. Но я хочу, у меня есть пропозиция. Я думаю, что сегодня, когда мы стоим перед, вот, от чувством этого перезавантажения, я думаю, что сегодня гражданское общество и профессиональные кола должны выйти и запропоновать коалиции, должны запропоновать президенту номиновать людей, которые способны взяться за эту работу, без коррупции за их плечами, с хорошей кредитной историей, которые были профессионалы, которым бы доверяли. И вот я уявляю себе, что какая-то там асоциация, не знаю, та же Европейская бизнес-асоциация, может запропоновать каких-то кандидатур, которые они считают, что есть доверие и так далее. Реанимационный пакет реформ может запропоновать, я не знаю, министра охороны здоровья, потому что они много там занимались проблемами коррупции в Министерстве охороны здоровья и так далее. Потому что сейчас говорят, что Гончаренко может стать, Алексей Гончаренко, ваш коллега по фракции, может стать министром здравоохранения. Я не знаю, как это... Мені здається, это чутко, потому что поки що ми навіть на фракции не розглядали ці кандидатури. Мені здається, це буде дуже важливо, аби сьогодні була пропозиція знизу, бо ми дуже часто чуємо від політиків, що на лаві за власть нікого немає. І якщо сьогодні оці професійні кола вийдуть і скажуть, ми пропонуємо, нехай коаліція не всіх призначить, але може вибрати кілька сильних людей, і це буде теж дуже потужним сигналом бізнесу і професійним колам, і експертам громадянському суспільству, що ми партнери, ми дослухаємося. Светлана, я з вами согласен. Вот здесь в студії була Ольга Явазовская. Как раз в тот момент, когда к ней поступали приличные, вполне предложения от адміністрації президента стать одним із кандидатів на должность, ну, как членом нового состава Центральної збирательній комісії. Она что говорит? Во-первых, у меня никто не спрашивало. То есть со мной не велись беседа, а сразу уже от фракции БПП меня туда хотели выдвигать. Раз. Второе, я говорю, ну, вы же общественная организация с хорошим именем, вам доверяют. Ну, почему вы, как именно общественники, не пойдете и не предложите? Вот есть, например, Ольга Явазовская. Да, вот я готова там заниматься тем-то, тем-то, тем-то. Но вот не готова идти на такой-то, такой-то, такой-то ряд компромиссов. Она говорит, ну, это сложный разговор, потому что с кем-то можно договориться, да? С другими нельзя. А тут это все принимается консенсусом. Поэтому сложно. Не, инициатива мне нравится, да, что общественники должны заявить о себе. Но услышать ли их? Это вот, в первую очередь, эти 20 человек. Я уверена, что это нужно делать. Моя быть проактивность, потому что гражданинское общество, революция, я прошу, она не завершилась. Это не от президента и не от премьера. Залежит, насколько будет изменена государство. Ведет гражданинское общество каждый день должен быть контроль, монетаринг, критика, выявление проблем и пропозиции. Мы сегодня живем на этапе, когда мы без гражданинского общества, без людей на местах, которые хотят что-то делать, неспроможные только в парламенте, только в уряде, что-то сделать. Это должна быть постоянно сотрудничество. Что до Оли, я уверена, что она, золотый фонд, я уверена, украинской потенциальной каких-то лидеров, влады. Я думаю, что рано или поздно я надеюсь, что она ведет например, Центральную выборную комиссию. Ну, как пример. Ну, просто она этим занимается много лет уже. Вот по поводу коррупции с вами хочу поговорить. Оказывает, опять-таки, в этой студии был Михаил Ивановнец. Это председатель независимого профсоюза горняков Украины и конфедерации свободных профсоюзов Украины. Ну, вы его знаете, скорее всего, наверняка. Вот мы с ним говорили о проблеме угольной отрасли, которых много. То есть там 700 с чем-то миллионов задолженностей по зарплатам шахтерам, государственных шахт, не частных. И, в принципе, он говорил, какие есть претензии к министру энергетику Гимчишину. Вот кроме этого, да, я не ожидал, вот он сказал, что до сих пор в стране есть смотрящие. Вот его слова. А кто главный смотрящий в энергетике в Украине? В угольной промышлении Трегубенко, народный депутат сбоку БПП. Президент Порошенко. Он главный смотрящий? Да, назначил смотрящего над Демчишиной. То есть лично Порошенко назначил смотрящего над Демчишиной? Так. А Каноненко главный смотрящий над энергетикой, в том числе над Трегубенко. Вот то, что сказал господин Волынец. Ну, я, конечно, не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, да, заявление господина Волынца по этому поводу. Вас, как у народного депутата, тем более, что это касается, ну, членов вашей фракции, да, то есть господина Трегубенко и господина Каноненко. Вот я не знаю, господина Трегубенко, я не слышал каких-то обвинений, но против господина Каноненко обвинений много. Да, и в том числе даже с вашей коллегой по антикоррупционной платформе Егора Фирсова. Вот, из-за чего, опять-таки, был большой скандал на фракции Волоса. Вот, есть уже у нас антикоррупционное бюро, национально-антикоррупционное, то есть антикоррупционная прокуратура, национально-антикоррупционное бюро. Вот, как депутат, вам проще будет, как бы, помочь, например, там, да, тому же господину Волынцу или, наоборот, опровергнуть... Питание, че пан Волынец таки пішов и написал, например, заяву... Я ему предложил, а пошел ли, я не знаю. Вот, честно. Это тоже величезное питание, потому что, если мы просто по студиях телевизионных будем заявляти про коррупцию, но не будем делать через механизмы, какие-то юридические, написать заяву, надать документы, подать факты. Я готова підписывать, готова надавать депутатские заявления, писать депутатские запитки до разных правоохранных органов, что мы сейчас делаем, как депутаты, щодня, если нам надходит соответствующая информация, и бороться за то, чтобы справа были расследованы. Слава Богу, антикоррупционное бюро начало працювать, антикоррупционный прокурор призначенный, на них величезная надежда. Я хочу однажды сказать, мы не можем полностью девальвировать антикоррупцию, вынятково через заявки. Если люди будут говорить, делать заявки, а потом не идти, не расследовать, то это причиняет до очень негативных наследований. То же самое, кстати, говорил глава фракции Юрий Луценко, когда у вас на прошлой декабы был такой скандал. По этому же самому поводу, что много заявлений, а в итоге никто, никуда не обращается. Ну, раньше не было, вот не работал же, да, на БУС, сейчас он работает, поэтому нужно, конечно, обращаться. Я хотел с вами также поговорить о возможной, может быть, в будущем каком-то, да, появлении партии, либеральной партии Юго-Востока. Просто мы об этом тоже говорили в этой студии с Александром Боровиком, да, членом команды Михаила Саакашвили. Но, вижу, времени мало, в следующий раз поговорим, значит. А вот о чем я хочу с вами поговорить, так это о господине Климкине. Ну, вот российская агрессия против Украины достигла новой точки, но не остановилась. Вот Клим по-прежнему оккупирована, на Донбассе продолжаются боевые действия. Вот именно это говорил господин Климкин, наш министр иностранных дел, на заседании Совета Безопасности ООН. Само собой, господин Климкин, представитель Российской Федерации, говорил, что там хунта, там переворот, никакого, там Россия вообще ни при чем, ну, как обычно. Но вот что произошло после того, как заседание завершилось. Пожалуйста. Вот. Тут мы что видели? Тут важно сказать, что вот в кадре изначально был господин Линкявичус, господин Сергеев. Ну, господин Сергеев – это наш постоянный представитель ООН, ну, пока еще, да? И они проигнорировали господина Чуркина, когда тут подошел. Однако господин Климкин, министр иностранных дел, пожал ему руку. А потом господин Ельченко, который заменит Сергеев, да, вскоре, тоже пожал ему руку. Вот обращаюсь к вам, как члену комитета Верховной Рады по международным делам. Вот просто интересно, вот почему так произошло? Я себе намагалася поставить на это место, чтобы я сделала. Ну, давайте подумаем, ООН – это наибольшая представительная организация в мире, где решаются наибольшие международные проблемы, в том числе конфликты, в том числе войны и так далее. И пан Климкин, представляющий государство, он особил в себе дипломата высшего гатунка, высшего ранга. Я думаю, что мы бы не хотели, чтобы пан Климкин поводился так, как, я не знаю, Парасюк в Раде, или пан Барна в Раде. Но, мне кажется, что это и есть быть дипломатом, это означает сохранить свои эмоции, но выиграть с правой. Наше завдание – не показать, что мы брезгуем, да, или встать в позу, да, и все. Наше завдание – выиграть с правой. Я, до речи, хочу навести один приклад, очень позитивный, он не пройшел в медиа. Минулого тижня было заседание европейских представников, министров, разом с паном Климкиным, где обговорился подальше вступ зони вільной торговли в силу с 2016-го и возможные санкции с боку Росии по отношению к Украине. Вы знаете, происходят эти переговоры. Украина вела себя зразково. Мы не просто вислуховывали все закиды Росии, которые были абсурдны, и европейцы просто мружились и были в шоции от того, что пропонули Россию. Там была вклада того, что Россия требовала от Украины, чтобы Украина вела санкции против Европейского Союза. Абсолютно, вы правы. Но как мы поводилися? Мы не кидалися паперами, мы не обуривались, а мы говорили, да, мы полностью готовы рассмотреть любые абсолютно ваши пропозиции, но у нас есть лучшие пропозиции. И такая гра дипломатичная абсолютно объединяла всех европейцев с Украиной, и мы, по суті, выиграли этот раунд переговоров. Питание в том, что так, Россия не принимает наши условия, не принимает условия европейцев, и, очевидно, швидше за все, будут накладены санкции против Украины после 1 сечня 2016-го года. Но на европейском рынке, в европейской дипломатии, мы будем союзниками, которые играли в одну игру. И эта игра называется «демократичные принципы». То есть вы говорите, что это просто такая игра дипломатическая, но игра. Окей, ну просто знаете, вы же понимаете, да, там какая волна зрады пошла, вот как это так, как посмел, почему. Я хотела, чтобы пан Клімкен был дипломатом, а не был, в определенном, барной или пересеком. Да, вот смотрите, последний вопрос, так как время у нас уже подходит к концу. Обращаюсь теперь к вам как сопредседателю группы по международным связям с Великобританией и Северной Ирландией. Вот покажите, пожалуйста, вот этот великолепный особняк в центре Лондона и есть посольство Украины Великобритании. Ну, непосредственно в Лондоне. Ну вот почему-то до сих пор в Великобритании нет посла. То есть есть исполняющие обязанности. В чем проблема? Я не могу принять. Никто не хочет работать в Лондоне или мы не можем определиться с кандидатурой? Ну, я вас поинформую, все же таки поправлю. Нещодавно было призначение Натальи Галібаренко послом Великобритании. Официально. Я просто сегодня заходил на сайт посольства Украины Великобритании, там было еще только вспомнилось. Потому что нужно было смотреться на сайт МЗС. Чему так? Вона одночасно наразі є першим заступником министра закордонных справ пана Клімкіна в Украине. И для того, чтобы при том, как вона поедет працювать в Великобританию, треба найти потужную человеку, которая заменит ее тут, в Украине. Потому что уровень всех дел, с которыми працюет МЗС на сегодняшний день, настолько колоссальной важливости, что не можно просто оставить вакантное место. Именно поэтому происходит в этот переходный период. Да, вот коротко. Почему? Я не буду говорить, что это игнорирование Великобритании. Просто не был кадровый вопрос, который надо было решить. Почему в итоге решили на такую, как вы сами сказали, очень такую мощную фигуру, целый замминистра иностранных дел? Это потому, что вы чувствуете, что Великобритания не выполняет свои функции гаранта, по крайней мере, как по Бутапештскому меморандуму. Великобритания одна з найпотужнейших, найбільших країн в Европейском Союзе. Вони наши друзья. И в контексте там отстояния протидії російськой агрессии, так, визнання анексии Криму, підтримки навіть в військовой сфері, вони допомагают нашим військовым. Их голосом в контексте там протисанкций, навіть не только в европейских, но и в паре, в парламентской асамблеи Ради Европы и так далее. Мы чувствуем их как ближнего соратника. Саме тому мы хотели посилить эту позицию, зафиксировать ее для того, чтобы не втратить этого союзника. Хорошо. Благодарю вас. У нас осталась еще в открытую тема по поводу новых политических сил. Никакая будет доля антикоррупционной платформы, так как, судя по всему, в блоке Петра Порошенко вам не очень и рады, и вам не особо комфортно. Но это мое личное впечатление. Но я читаю ваши посты в Фейсбуке, ваши, Сергея Лещенко, Мустафы. Ну, такое у меня впечатление. Может быть, я ошибаюсь. Ну, это на следующий раз уже. Благодарю вас за эту беседу. С нами была Светлана Заличук, народный депутат Украины. Оставайтесь с нами. Дякую.